Животные, которые питались динозаврами Все мы привыкли считать, что эпоха динозавров была временем, когда гигантские ящеры безраздельно властвовали на нашей планете. Динозавры правили сушей, птерозавры были повелителями неба, а ихтиозавры и плезиозавры наводили ужас на обитателей подводного мира. Но на самом деле большая часть динозавров обладала не самыми внушительными размерами, и природа создала достаточно животных, которые представляли опасность для динозавров, в том числе и достаточно крупных. Именно о них пойдет речь в нашем очередном ролике. Итак, вашему вниманию представляется топ-5 животных эпохи динозавров, которые питались этими ящерами. Бельзебуфа Открывает наш список самая большая лягушка из когда-либо созданных природой. Эти гигантские по современным меркам амфибии жили на острове Мадагаскар примерно 66-70 миллионов лет назад. Длина бельзебуфа могла достигать 25 сантиметров. Конечно, для взрослых динозавров такие хищники были не опасны, но для их детенышей эти плотоядные лягушки могли представлять серьезную опасность. В одном из документальных сериалов об эпохе динозавров даже имеется эпизод, в котором две таких лягушки съедают пару детенышей майюнгозавра. Кроме огромных размеров, природа наделила бельзебуфа необычным для земноводных защитным приспособлением. Они обладали серьезным костяным панцирем. Эта броня полностью покрывала череп животного, переходила на шею и защищала позвоночник. Ученые считают, что это могло обезопасить лягушку от атак крокодилов и динозавров. Также бельзебуфа отличались укусом большой силы. Проведенные в 2017 году исследования показали, что укус этой лягушки больше чем в два раза превосходит по силе укус человека. В сочетании с острыми зубами это позволяло бельзебуфа успешно охотиться на более мелких животных своего времени. Оформив подписку на канал «Эпоха динозавров», вы сможете первыми узнавать о появлении новых видеороликов и делиться своим мнением с другими зрителями в комментариях. Также для продвижения нашего канала призываем всех, кому он интересен, поставить лайк под этим видео. Санаях В 2010 году в Индии обнаружены останки змеи, жившие в конце мелового периода. Она находилась в своем гнезде, свернувшись вокруг кладки яиц. Рядом обнаружили скелет детеныша Завропода. Ученые предположили, что этот ранее неизвестный вид змей питался небольшими динозаврами. Змея получила имя Санаях, это означает «древний род». Название достаточно символично, ведь Санаях, в отличие от современных питонов и удавов, не мог так широко открывать пасть. Причиной этого было отсутствие подвижных сочлененных суставов челюстей, поэтому обнаруженная змея была не способна проглатывать добычу, которая превышала размеры ее головы. А эти размеры были не самыми большими, длина черепа найденного экземпляра не превышала 10 сантиметров. При этом размеры самой змеи были сопоставимы с габаритами некоторых крупных ящеров. Ученые предполагают, что длина Санаяха была около 3,5 метров. Репи-намам Как оказалось, не только рептилии могли представлять опасность для динозавров. Среди предков современных млекопитающих тоже обнаружены животные, которые питались доисторическими ящерами. Примерно 130 миллионов лет назад на территории современного Китая проживали как минимум два вида животных рода репи-намам. Ученые обнаружили как минимум один скелет, внутри которого найдены останки молодого пситокозавра. Один из видов репи-намама носит имя гигантский. Но на самом деле его общая длина не превышала 1 метр, весил он меньше 15 килограммов. Среди млекопитающих того времени, возможно, встречались и более крупные животные. Но о них практически ничего не известно. Так что репи-намама гигантского можно считать крупнейшим хищным млекопитающим эпохи динозавров. Он был больше пернатых динозавров, останки которых обнаружены в той же местности. Второй известный науке вид репи-намамов не вырастал больше 50 сантиметров и весил в среднем около 5 килограммов. Название этого животного можно перевести как ползающее млекопитающее. Судя по строению его тела, репи-намам вполне соответствовал своему имени. Его короткие лапы были широко отставлены от тела, а ступни были маленькими и не приспособленными для бега. Есть мнение, что репи-намам не охотился на динозавров, а питался падалью. Кулазух. Возможно, эта амфибия является существом более древним, чем динозавры. Ее предки могли пережить пермское вымирание и продолжить свое привычное существование. А новые жители планеты стали еще одним дополнением к ее рациону. Останки Кулазуха найдены в бухте динозавров в Австралии. Предположительно, он обитал там в период от 137 до 112 миллионов лет назад. В это время нынешний австралийский континент располагался за южным полярным кругом. Средняя годовая температура в местах проживания Кулазуха составляла примерно плюс 10 градусов по Цельсию. По полгода длились полярный день и полярная ночь. Вполне вероятно, что в таких условиях Кулазух, как и современные амфибии, в холодное время года впадал в анабиоз. Вряд ли природа в то время создала для амфибий другой способ выживания при замерзании водоемов и понижении температуры. Присутствие в названии животного корня Зух предполагает его сходство с крокодилом. Но скорее можно говорить об одинаковом образе жизни, способе охоты и питания, чем о внешних признаках. Конечно, при водном образе жизни обоих животных избежать такое сравнение достаточно сложно. Даже в знаменитом научно-популярном сериале «Прогулки с динозаврами» Кулазух показан в качестве альтернативы современным крокодилам. Но в отличие от крокодилов, Кулазух вряд ли мог комфортно чувствовать себя на суше. Его короткие лапы были совершенно не приспособлены для ходьбы и уж тем более для бега. Ученые предполагают, что Кулазух предпочитал нападать из засады, хватая проплывающую мимо рыбу, ракообразных и небольших динозавров. Для такого способа охоты природа оснастила эту амфибию широкой пастью, в которой могло располагаться более 100 острых зубов. Длина этих конических зубов могла достигать 10 сантиметров. Сам же монстр мог вырастать до 5 метров в длину. Длина его головы составляла около полуметра. При массе до полутонны Кулазух являлся одной из самых крупных амфибий за всю историю Земли. Сарказух Этот крокодиломорф встречается в большом количестве документальных и художественных фильмов об эпохе динозавров. Также он является персонажем компьютерных игр схожей тематики. Конечно, создатели этих произведений не могут не вставить в них самого большого крокодила в истории планеты. Но фактически сарказух не являлся даже отдаленным родственником современных крокодилов, аллигаторов и гавиалов. Проживали сарказухи в Северной Африке и Бразилии примерно 93-120 миллионов лет назад. Поэтому их сражения со спинозавром и кархродонтозавром, показанные в одном научно-популярном сериале, являются плодом фантазии его создателей. Эти динозавры появились на Земле уже после вымирания сарказуха, хотя при своих гигантских размерах и образе жизни сарказух без сомнения мог питаться даже крупными ящерами, жившими с ним в одно время. Первые находки скелетов гигантского крокодиломорфа сделаны в период с 1946 по 1959 годы. Находки совершил французский исследователь Альберт де Лапарен. Этот палеонтолог предпринял несколько экспедиций в Мали, Алжир и Тунис. В ходе раскопок были найдены фрагменты скелетов нового вида. В основном это были зубы и фрагменты черепа. По ним восстановили предполагаемый вид и размеры животного. В 1977 году в Бразилии найдены два хорошо сохранившихся зуба, которые впоследствии стали основанием для описания нового вида сарказухов. Раньше предполагалось, что этот гигантский крокодиломорф мог достигать в длину 11 метров. Но последние исследования показали, что их максимальный размер не превышал 9 метров, а вес 3,5 тонны. Но даже такие габариты позволяли сарказуху быть одним из самых опасных хищников эпохи динозавров. Спасибо нашим зрителям, которые досмотрели этот ролик до конца. Для более подробного знакомства с другими доисторическими хищниками, а также с различными материалами по истории развития жизни на нашей планете, рекомендуем ознакомиться с другими материалами на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин